Приветствую всех! Меня неоднократно просили сделать обзор нашего снаряжения для выживания и показать содержимое рюкзаков, а также одноколесной тележки, которую мы называем пиконь. Сразу хочу сказать, что в один обзор такой объем информации никак не получится вместить, так как я не хочу просто показать, что у нас есть, а именно детально объяснить мотивацию, смысл и почему выбор был именно таким. Мы готовимся к самому жесткому сценарию выживания в дикой природе, в лесу и горах. Если будем вынуждены экстренно эвакуироваться и бежать, имея с собой очень ограниченный по весу запас самого необходимого. Это один из самых психологически тяжелых сценариев, когда надо будет бросить уютный дом, все нажитое годами и убегать в неизвестность, при этом не поддаваясь общей панике, оставаться с трезвой головой и уметь успокоить близких людей. При таком драпе, когда скорее всего даже не будет времени для сборов, очень важно, чтобы все было заранее собрано, чтобы потом не метаться в панике, не зная за что хвататься и не набивать рюкзаки первым попавшимся под руку ненужным хламом. Когда паника, мозги работают плохо. Ну а далее все уже будет зависеть от нашей подготовки, наших навыков по выживанию и воли Всевышнего. Если такого опыта нет, либо люди не готовы физически, разумнее оставаться на месте и никуда не дергаться, потому что без подготовки, без опыта в лесу и горах делать нечего. Неподготовленному человеку там не выжить. Первое, с чего я начну обзор, это мой основной рюкзак Эберлисток Half-Truck. Американская компания Эберлисток появилась в 1985 году и сейчас выполняет военные заказы для армии США и также выпускает продукцию для туризма и охоты. Снаряжение Эберлисток активно закупает частные военные компании по всему миру и очень уважаемо у наемников, которые обычно экипируются с собственного кармана. Это трехдневный рюкзак общим объемом 35 литров при весе 2,91 килограмма. Я уже предвижу, что кто-то готов писать комменты типа Да ну нах! Почти 3 килограмма. Туристический рюкзак такого же объема будет весить не более полтора. Нахрен он нужен с таким весом? Носи его сам. Но что я на этом могу сказать? Да, рюкзак нелегкий. Но он не для туризма. Он для войны. Это как раз то, что нужно для жестких условий выживания. Где собирательство, по сути дела, будет основным занятием. И все найденное надо будет перетаскивать именно рюкзаком. Легкий и нежный туристический рюкзак не предназначен для такой эксплуатации. И просто развалится, причем очень быстро. Поэтому я выбрал более тяжелый, но надежный и крепкий рюкзак. Который выдержит самые жесткие условия эксплуатации. Как и его тезка, тягач Half-Track времен Второй мировой войны. Рюкзак был создан, чтобы таскать тяжести, быть надежным и удобным в использовании. Рюкзак имеет великолепную анатомическую заднюю часть. Вовнутрь встроена выгнутая поликарбоновая панель и алюминиевые опоры. Которые в сочетании с системой ремней и глубоко вырезанными подушками обеспечивают превосходную поддержку и распределение веса при переноске тяжелых грузов. А также сохранение формы при любой загрузке. Шлейфи регулируются по высоте и это позволяет полностью подогнать рюкзак под себя. Подушки выполнены из материала Air Mesh Foam и не только поддерживают спину, но и обеспечивают отличную вентиляцию. Они снижают трение при носке и, в отличие от поролона, обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха и не парят кожу. Рюкзак имеет широкий ремень-трапецию, который при необходимости можно снять. С наружной стороны ремень довольно жесткий и имеет систему моли, на которую можно подвесить необходимые аксессуары и подсумки. Внутренняя сторона мягкая, с точно такими же вентилируемыми подкладками, как и на спине. Лямки рюкзака также имеют такую же вентилируемую конструкцию. Все это вместе обеспечивает великолепную вентиляцию спины и комфорт при переноске. Стоит примерить рюкзак хотя бы раз, чтобы понять, почему так много людей утверждают, что и рюкзаки Эберлисток Хаффтрак самые комфортные из всех, которые никогда-либо носили. По характеристикам Высота 65 см Ширина 30 см Глубина 20 см Объем 35 литров Вес 2,91 кг Материал нейлон 1000 днир Все строчки имеют двойное прошитие, что в сочетании с материалом делает этот рюкзак просто неубиваемым. У рюкзака фронтальная загрузка, что очень удобно, так как мы имеем быстрый доступ ко всему и не надо лезть сверху, перерывать весь рюкзак или выкладывать вещи, чтобы добраться до того, что находится в самом низу. Рюкзак имеет качественную, мощную переднюю молнию. И хотя я ни разу не слышал, чтобы она у кого-то разошлась, все же решил перестраховаться и сделал небольшую, но полезную модификацию. Я прожег в передних отворотах отверстия и пропустил через них паракорд. Для того, чтобы отверстия не ссатались, пришил и зафиксировал паракорд на входе и выходе из отверстий. Теперь, в случае повреждения молнии, что маловероятно, но теоретически возможно, я смогу быстро паракордом зашнуровать передний клапан и рюкзак снова будет готов к эксплуатации. Это просто дополнительная мера предосторожности, которая не будет лишней. Еще одна немаловажная причина, почему я обратил внимание на этот рюкзак, он плоский и центр его тяжести располагается близко к спине. А это значит, что при равном весе рюкзак будет тянуть назад меньше, чем более широкий и, соответственно, будет меньше нагрузка на мышцы и позвоночник. Откидной передний клапан также имеет систему молли внутри и снаружи. И при необходимости можно довешивать дополнительные подсумки. Снаружи клапан имеет плоский карман, который по размерам точно совпадает с чехлом для малой саперной лопаты. И я думаю, что это не случайно. Это копия саперной лопаты СССР от фирмы Cold Steel. Великолепная лопата с хорошей сталью. И абсолютно необходимая и важная часть снаряжения при выживании. Застежки открываются, выворачиваются назад и в таком положении чехол идеально и плотно входит в карман клапана. Ну и далее мы легко вставляем и извлекаем лопату. Причем она сидит достаточно глубоко и поджата верхней частью кармана. В таком положении лопата не нуждается в какой-то дополнительной фиксации, не болтается и никуда не выпадает. При этом рюкзак остается плоским и такое размещение гораздо удобнее, если бы лопата находилась на ремне. Теперь по внутренностям. Основной отсек можно разделить перегородкой, которая поднимается и фиксируется на липучках. Это очень удобно, чтобы организовать укладку. В нижнем отсеке имеется 4 кармана. И система моли как спереди, так и по бокам. В верхнем отсеке имеется сетка на ремнях, которая имеет двойное назначение. Первая, она была придумана, чтобы поддерживать армейскую радиостанцию, чтобы она была на месте и не давила вниз. Сзади, сверху имеется два небольших клапана на липучках, для антенны и для кабеля-тангенты. Второе назначение сетки и ремней, для того, чтобы сдавить и тем самым более плотно упаковать какой-то мягкий пакет, например, со свитером или запасным бельем. Также верхний отсек имеет небольшие боковые карманы. Для чего-то небольшого, но важного. Например, фонарик или компас. В последующих обзорах я начну постепенно укладывать пустой рюкзак с нуля. И таким образом покажу вам полную его укладку на случай БП. Нижняя часть кармана тоже имеет систему моли и таким образом рюкзак можно удлинить и подвесить туда дополнительную сумку, палатку, спальник и тому подобное. Снизу рюкзака имеется еще один карман на молнии, внутри которого находится чехол от дождя. Чехол позволяет накрыть рюкзак вместе с дополнительными наружными подсумками. По бокам имеются двойные боковые карманы. Первый карман закрыт сверху клапаном на застежке и рассчитан на питьевые системы на 3 литра. Таким образом в карманы с двух сторон помещается 6 литров воды. И это реально много. Оно и тяжело. Где-то в Ираке или Афганистане это может быть самое оно. Но мне столько нести не надо. Тем более весь наш маршрут будет проходить мимо горных рек и озер. И поэтому я не использую питьевые системы вообще. И мне достаточно иметь две фляги из нержавейки. По литр 200 каждая. Фляги размещаются внизу в неглубоких наружных карманах с затяжками. Но для того, чтобы освободить место для фляг, имеется ремешок, который разделяет боковые карманы на верхние и нижние отсеки. И тогда снаряжение или подсумки, которые мы положим сверху, не будут проваливаться вниз и блокировать место для фляг. Также боковые карманы имеют еще одно отделение, которое не закрывается сверху. И которое предназначено для чего-то, что будет торчать снаружи. Например, мачете. Эти карманы особо удобны для короткого тактического помпового ружья с пистолетной рукояткой. Также есть модель рюкзака, специально разработанная для снайперов. Эберлисток Фэнтом. Который имеет абсолютно все то же самое, что и хафф-трак, но в который еще добавлен модуль для винтовки. Те, кто смотрели мой обзор о новогодних подарках, наверняка узнали место, где я закопал контейнер с патронами. Вот тут он закопан и он под охраной. Я не шучу. Это безобидное на вид растение на самом деле очень опасно. Это и есть Пойзен Ок, то есть ядовитый дуб. Попав на кожу, его масла вызывают сильнейшую аллергическую реакцию и раны. Это растение. Панически боятся все. И такое место обойдут стороной. Внизу горная речка. Источник чистейшей воды и форели. Вот такие красавчики могут запросто ночью забраться в ботинки. Поэтому утром, перед тем, как одевать обувь, надо внимательно ее осматривать. Все! Все! Продолжение следует... Продолжение следует... Потом рюкзака жены и в завершении пеканя. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. Желаю всем мира, добра, здоровья и удачи. Берегите себя. Не забывайте родных. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова